МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня 1 апреля, и наш сегодняшний номер будет называться 1 апреля Туна и коктейли! Ура! Феда, ты что-то много тут накупила сегодня. Ты сама справишься? Ничего, ничего, я постараюсь. Если мне нужен ассистент, специалист высокого класса, наш любимый Гена Штерн, человек ресторан. На Дерибасовской открылась пивная, там собиралась компания блатная. Ой, меня снимают. Это мой первый маринад. Сюда вошли масло кунжутных семян, соевый соус, вот в данный момент я его туда пытаюсь налить, тертый имбирь, почти целый перец халапеньо, он был очень большой, я не взяла целый, сок и зест. Почему называется блуфинг Туна? Значит, по-японски называется Торо. То есть, что такое Торо? Торо это брюшная часть, животик. Видите цвет этой Туны? Дело в том, что животик имеет меньше всего расслоения, если вы обратите внимание. Вы посмотрите здесь, вы посмотрите здесь. Именно из этой Туны хорошо делать тарта. А из этой Туны хорошо делать стейки. Покрыли Туну маринадом, в самом хорошем смысле этого слова. Тот, который пробовал Геночка, одобрил, на полчаса в холодильник. Вперед! Гена! Иди меня ругать. Я здесь. Будешь меня ругать. Или хвалить. Вый вариант совершенно другой. Это более европейский вкус. Вот так, как ты сейчас делала этот страз с ножами. Я это видела. Это все так не работает. С моими ножами. Да, смотри внимательно. Даже если ты хочешь это так сделать. Вот так, видишь? И вот так вот ты начинаешь ими работать. Обалдеть. И вот так раз. Брат. Это красиво. И вот так вот ты начинаешь ими работать. То есть, вот так. То есть, не стучат. Стучат только в кино. Гена, я правильно? Похвали меня хоть раз. Да, только положи опять ножи. Все правильно. Теперь без ножей. Мы теперь знаем, что это за рыба. И теперь мы продолжаем под четким присмотром ассистента. Ассистент. Да, что это? А, майонез? А что с ним делать? Откройте, пожалуйста. А, ну ассистировать же он действительно. Для чего тебя позвали? Конкурент использует банальный майонез. И не банан. У меня же в то время васаби паудер. Майонез органический, с гуляющими курицами. Свободно разгуляющими курицами. Мне, как всегда, небольшой сюрприз для самой себя. Я не знаю, что я делаю. Это сюрприз для нас. Сирача. Это уже не сюрприз. Сирача. С майонезом. Хороший майонез с гуляющими курицами. С гуляющими курицами. Немножечко, вот, немножечко лаймовой шкурки. И мы посмотрим, что получится. Может быть, даже будет очень вкусно. Конкурент. Да, я конкурент. Я тру имбирь. Что такое? Я очень интенсивно тру имбирь. А я очень интенсивно мешаю, не знаю что. Если у меня не получилось, не мешали. Я уже оттуда попробовала. Это потому, что ты на мне лежишь. И? Я чувствую майонез. Отстань. Я должна признаться, что я не люблю резать авокадо. Поэтому я вот его нашла таким способом. Вот такая ложечка, так скромненькая. Ну я пухну. Ну ты же должен у нас, мы маленькие. И тебе неудобно, маленькую ложку. Это, на самом деле, потрясающий вкус. Авокадо, зеленый лук, остринка. Кстати, что было с остринкой? Что ты добавил? Васаби, паудер, халапеньо и... Халапеньо потрясающе. Имбирь. Имбирь? Силандра. Имбирь просто необходим к такой рыбе. Да, и силандра дает свежесть. Из вот этого огурца мы будем крутить суши без риса. Добавляю нашу розовую, голубую туну на зеленый, как сказал Света, бедень из авокадо и остальной прочей зелени прекрасной. И это немножко помаринуется, и потом мы это будем очень красиво подавать. Что мы хотим из этого сделать? Второй тартар. Что мы хотим из этого сделать? Мы из этого извлечем второй тартар. Второй тартар, да. Все, вот это вот кубики. Не стоит резать сильно мелко, потому что весь смысл, чтобы каждый кусочек промариновался. И мы, когда мы будем его есть, мы конкретно будем есть его кусочками. Knife skills 5 баллов. Ирина, это было очень познавательно. Я буду пытаться, стараться, иначе я не предупредил ее у тебя. Окей. Туна номер 2. Тоже идет немножко... Мне очень уже нравится этот соус. И мельче все. Да, все мельче. И туны, и туны, и туны больше. Потому что в том варианте все-таки авокадо столько же, сколько туны. Плакали мои татаки. Прекрасная туна, которая замариновалась уже. Для этого нам понадобится какао. Вот необычный ингредиент. Какао, взбитые белки. И то, в чем мы будем панировать. Это сесами, черные и белые, и смесь перцев. Мы добавим перцы, растолчем, добавим сесари, все это смешаем. Положим на отдельную тарелочку. Возьмем вот этот вот прекрасный кусочек туны, разрежем его вдоль, для того, чтобы это даже довольно большой кусок. Какао, какао, ооо, ооо, оо, какао, какао, ооо, ооо, оооо. А это ко-ко! А это ко-ко. Можешь, у тебя все равно ко. Я пожарю туну, специально ее пережарю. Вообще туна жарится минута на каждой стороне. Для того, чтобы когда у кого-то вдруг убежит туна, скажем, потому что она пережаренная, можно будет сделать, не надо расстраиваться, потому что качество туны хорошее, можно будет сделать салат. Я попозже вам расскажу про него. Вот это идеал. Эти корзиночки сделаны по рецепту Томаса Келлера. Он подает в своем ресторане их в виде конов. Но я решила, что коны дома делать неудобно. Ни у кого из нас нет специального оборудования, я решила сделать импровизированные корзиночки. С каждой стороны ровно минуты. В зависимости, конечно, от самого кусочка, то есть может быть, даже иногда меньше, смотря что мы хотим добиться. Это довольно толстый кусок. Дело в том, что обычно туна, стейки нарезаются толщиной не больше, чем полтора сантиметра. Размяли авокадо, добавили майонез, добавили стирача, потом добавили перепелиные яйца, корнишоны, французские вареные бобы, немножко капецов. Что у нас получилось? Некоторые скажут, что это французский салат не с вас, но не с нас, не с них. Это о-ле-пье. Нарезаем тунец. То, что мы хотели. Значит, еще раз помним, что этот тунец, это хвостовая часть. Она довольно темная. 1 апреля, туна и коктейль. Какая у нас барбалистая какая у нас. Вуалат! Ах, Одесса, жемчужина у моря. Ах, Одесса, ты знала много горя. Ах, Одесса. Ах, Одесса. Какие ножи у нас тоже эти стили. Да, это у одессит, но я скромный одессит. Я не совсем большая обезьян. Я скромный одессит. Мы представляем вам наше блюдо из тунца или туны. Я объеду на их. Это туна тартар с sesame oil без авокадо. Это туна тартар с авокадо и селандра. И это салат несуаз. Классический французский салат с туной. Мои блюда. Cheers! Владимири. Туна тартар с авокадо, завернутая как в виде суши, завернутая в огуретчик. И нес вас под названием оливье с моим собственным флэном. Ну и хочу представить туну, которую я попытался немножечко внести. Вот что-нибудь необычного в приготовление. Я добавил, как вы видели, в нее немножко какао. То есть она получилась с таким шоколадным оттенком. Сейчас мы будем пробовать и объявлять победителя. После того, что я попробовал все блюда, которые были сегодня представлены, и все-таки я остановился на блюде, которое сделала... Кто сделала это блюдо? Признавайтесь. Я сделала это блюдо. Считаю, что это блюдо достойно того, чтобы оно представлялось в моем ресторане под твоими минутами. Дина, я надеюсь, оно мне будет у них хаус. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok